так ребятки всем привет надеюсь меня более-менее нормально слышно там вот продают тыквы а сегодня у нас обзорчик и по погоде будет не лишним сказать по прогнозу где-то 11 12 по garmin 12 8 сейчас и нам не декатлонская точнее ванрайзер ская бейслей рожская соответственно и своем взорчик поехали так ребят очень сильный ветер поэтому буду ждать остановки потому что проверять записал он и звук или нет нет возможности постоянно по крайней мере сейчас я надеюсь фронтально держу что он записывает если что перезапишу в общем этот бейслейер в магазине мне показался довольно таки простеньким легким а на деле блин он довольно таки теплый так и вот в инсте уже задавал вопрос о том что это посмотрим поближе были всякие ответы самым полезным оказался камни с неба не шучу спасибо всем что были активными и написали что вроде как это корнеплоды сахарная цвекла или что-то такое да но почему вот она здесь лежит это с мы следующий вопрос да и ветер как я уже сказал просто дичайший велосипед не на что облокотить легче или безопаснее положить здесь вот такой вот грибок заметил когда проезжал просто нафиг огромнейший сейчас пора грибов в германии и можно в принципе собирать у родителей относительно рядом а вон посмотрите там еще еще один что это я не знаю даже волнушка может какая-то но меня лучше не слушать по поводу грибов в любом случае рядом с родителями там белые были вроде по их словам и тоже не по моим да и можно подумать блин ветер ветер ты могуч ты крутишь вот такие вот ветряки и много электроэнергии вырабатываешь застану лучше но на самом деле слишком много то они выработать и не могут потому что запасать ты электроэнергию выработанную негде нет уже таких огромных аккумуляторов поэтому эту электроэнергию насколько я знаю за бесценок за границу толкает или даже доплачивает чтобы ее взяли как-то так то есть вот эти ветряки они но вообще ни о чем то что атомные электростанции остановили это остановили буквально экономику германии это видно по статистике экономическим метриком по заказам которые сократились до страшнейших чисел просто для германии это ужасные показатели там вплоть до 5 процентов по сравнению с прошлым годом я уже не говорю о других годах то есть меньше заказов на 5 процентов в среднем что это значит но где-то на 10 процентов где-то меньше сократилось может даже в плюсе но вот скажем на те же самые 5 процентов и сократил значит на 5 процентов нужно меньше работников те вот о чем это все и какой-то трехколесный мотоцикл боится заходить в повороты так же как и я велосипед так ребята тут небольшие лужи были можете пожалуйста удружить посмотреть чисто ли все сзади нет должно быть все чисто так ну что покатался куртку сейчас сниму и покажу поближе куртку засрал джатский дождь блин буквально знаю полчасика раньше выезжать что ли но я могу сказать если вот сухо все и вы катите в принципе нормально зона 2320 ватт 340 нами как погочар тогда в этой штуке будет жарко при плюс 10 я бы сказал то есть это ориентир соответственно каждый ощущает температуру по-разному но не слишком по-разному до чтобы я мог сказать что кому-то это зашло бы при температуре вот как сегодня там плюс 12 был вообще оптимальнейшим нет мне кажется всем было бы жарко если интенсивность вы повышаете тогда тем более то есть эта штука у нее есть потенциал определенно пойти чуточку ниже к нулю но не настолько низко по крайней мере не с этой курткой естественно с курткой потеплее да там сто процентов то здесь действительно такая вот комбинация хотите ли вы отдавать вот рекомендованная стоимость за эту куртку я делал уже обзор от asus 260 евро и вы хотите зимнюю куртку того же asus 700 евро и или там 500 чуть подешевле есть тоже версия тогда под этой зимней курткой сейчас бы было бы просто мега жарко под нее вообще бы нечего было бы надеть чтобы было комфортно при при плюс 13 12 вот как сегодня тут получается только опыт сегодня проехался вот в этом бейс левере вот такой комбинации я уже запомнил а в следующий раз когда будет примерно те же самые кондиции такую комбинацию не применять какая альтернатива именно от вот этого ван райзеля соответственно альтернативы я актуально не вижу та версия была которая на 10 евро дешевле она не шибко различалась по моему по температурному диапазону там наверное еще хуже вот эта проводимость соответственно было бы хуже потому что не было бы вот таких вот не знаю вот этих даже штучек ну какие-то швы здесь дополнительные как я понимаю они просто создают как небольшое но расстояние между телом и материал и за счет этого какой-то пуфер появляется буфер обмена что ли влажности без понятия могу себе так это представить мне также как и консультантов декатлоне нужно загуглить но тогда здесь нужно что-то половинчатое брать но будет тогда холодно рукам тогда нужно на руки на рукавники что-то по крайней мере в этой куртке еще раз но в принципе плюс-минус можно действительно короткое что-то руки но самое главное грудь понятно и перчатки если будут тогда руки в принципе не должны замерзнуть настолько сильно руки примерно в этом моменте как голень ног не особо-то мерзнут и поэтому здесь либо у других производителей имеет смысл посмотреть но вот мое мнение по ван райзель в принципе продукт я надеюсь хороший по сравнению с садидасом который у меня было очень древняя штука для бегунов здесь под горло вот так вот не заходит этот как и манжет или как называется здесь действительно все очень коротко что я считаю наоборот даже плюсом потому что здесь можно применить уже отдельные штуки если вам нужно именно шею как-то защитить изолировать от слишком холодной температуры здесь бабчик или еще что-то опять-таки если бабчик и еще какой-то материал здесь тоже нужно будет смотреть а как я чувствую себя в нем в общем здесь только опыт личный опыт и постоянной комбинации эксперименты через несколько месяцев чем чаще вы катает тем чаще вы получаете возможность экспериментировать и через несколько недель месяцев сезонов соответственно если мы говорим о сезонных знаниях вы уже соберете полный комплект одежды и будете уже точно знать что вам нужно если что-то из этой одежды будет уже придет в негодность как это вот в моем случае случилось с беговухой термухой от adidas она уже саморазрушилась практически полностью то есть вот эти все швы которые были в редких местах они уже все раскрылись до сих пор ее надеваю но теперь вот я купил на замену вот такой вот и буду дальше смотреть наверное от декатлона когда это можно будет взять по скидочке от вела брендов покупать такую штуку термуху я бы наверное все таки не советовал потому что ценник просто неимоверно выше просто огромный ценник для сравнения какой-то непонятный бренд по крайней мере для меня уже пару лет по на рынке райзен называется какие-то сливрис на лето 50 55 за что за 50 евро джерси люди покупают в отличном качестве показывал в этом сезоне да но здесь предлагает просто термуху на лето за 50 евро камон еще какой-то непонятный бренд ну серьезно это не map это не asus это не раф или еще что-нибудь такое а вот от перечисленных там тем более ценник просто какой-то сумасшедший конечном итоге она плюс-минус по моему мнению работает на ура у всяческих брендов и поэтому здесь я не стал настолько много тратиться окей это было все от меня сегодня комментариях поделись своим опытом по ношению термух и комбинации их с различными другими какими-то вела предметами одежды все